Управляющие компании и контроль за ними. Самое больное место в реформе ЖКХ. Частники на коммунальном рынке работают, вот только заставить их отвечать по обязательствам часто проблема. Нужен государственный контроль. Об этом на первой Всероссийской ассамблее ЖКХ 2024 говорит только что назначенный министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень. По какому принципу будет осуществляться этот контроль? Две точки зрения. Одна точка зрения СРО, саморегулирующая организация, компания, которая работает в сфере управления многоквартирными домами. Красиво, современно, но достаточно много вопросов. И вторая идеология – это лицензирование. Более старая проверенная форма тоже имеет свои плюсы и минусы. Другая проблема – не платежи за коммуналку. Ежегодно государственный бюджет теряет огромные средства, которые могли бы быть вложены в модернизацию российского ЖКХ. Порядка 6% выражен – это как раз неплатильщики, в том числе и злостные неплатильщики. И получается, что ежегодно бюджет теряет из-за вот этих злостных неплатильщиков порядка 100 миллиардов рублей. Это одна пятая тех инвестиций, которые необходимы сегодня для поднятия отрасли. В рамках Всероссийского форума состоялось награждение лучших молодых работников в сфере ЖКХ и строительства. Приток молодежи отрасли необходим, говорит губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Мне очень приятно, что сегодня в зале очень много молодых людей. Я уверен, что с вашим приходом в этом вопросе появится новая жизнь, новый путь и новые подходы. И эта дискуссионная площадка позволит провести диалог между органами государственной власти и инновационными компаниями. После открытия ассамблеи министр и губернатор отправились на самую окраину города Ярославля, где прошла закладка первого камня нового района Преображенский. На этой окраине Брагина в ближайшие годы планируется построить 240 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья эконом-класса, два детских сада на 560 мест и общеобразовательную школу на 825 учащихся. При этом 50% жилья будет реализовано по цене, не превышающей 30 тысяч рублей за квадратный метр, другая половина по рыночной стоимости. Планируется, что через несколько лет здесь будет жить до 8 тысяч человек. Всего по стране планируется возводить 5 миллионов квадратных метров жилья эконом-класса в год. Захар Акопов, Олег Лушников. День в событиях.